Буду как беременная сидеть. Фу, смотреть противно. Я бы их приду и сяду, как беременные. На общую здороваемся. Это вот это? Да. В средней серединке? Все, в серединке. Здравствуйте, это ток-шоу «Бабслей». Мы раскрываем тайные секреты, говорим о сокровенном женском и не только. Итак, Майя, Наталья и Александра. И сегодня у нас очень интересная тема. Но сначала поздороваемся. Здравствуйте, дорогие друзья. Да. Всем привет. Здравствуйте. И хотелось бы эту интригу раскрыть. Тема нашей девочки сегодня очень актуальная, очень жизненная, очень бытовая. Ну, как всегда. Да. Если женщина не умеет готовить. Женщина она или недоженщина. Да, оказалось бы, имеет ли женщина право на такую слабость. И вот поскольку в студии мы, только пока, нам надо раскрыть тайны. Недостаток – это достоинство. Можно ли это скрыть, Майя? Я не умею готовить. Майя, я тебе ни за что в жизни не поверю. Серьезно? Мы еще до эфира, за несколько минут, когда обсуждали, ты сказала, что готовишь ты почти каждый день. Как так может быть? Ну, я готовлю каждый день три блюда. Ну, вот видишь. А как ты готовишь, если ты не умеешь? Ну, подождите. У нас просто, видите, как бы… Не любишь, другое дело. Нет, подожди. Другое дело, значит, ты не любишь, но не умеешь. Но умеешь. Это блюда в день, это, по-моему, здесь и любишь, и умеешь, и можешь все. Тут уже хочешь, не хочешь, а готовишь, потому что, блин, приходится. Приходится. Тогда получается, девочки, что это ситуативно же, то есть тебе приходится, пришлось научиться. Если бы была такая фишка, что не хочешь, не готовь, я бы сказала, о-о-о-о, вообще, нет, позовите меня, я приду покушаю, могу даже за вас. Правда ради, надо сказать, что в современном мире очень долго можно скрывать эту тайну, да, например, маскироваться под всякого рода доставки, потом полуфабрикаты, кафе, ну, здесь, можно сказать… Перед кем маскироваться? Ну, перед семьей, избранником, то есть можно пойти на работу. Перед избранником, перед семьей ты вряд ли замаскируешься, наверное. Можно пойти на ряд ухищрений, но все-таки должна женщина современную уметь готовить, это обязательный пункт или нет? Вот, Наташа, мне кажется, что ты гурман, и к идее, судя по твоей прекрасной фигуре… Спасибо большое. …ты относишься очень изысканно, требовательно, и значит, ты умеешь и любишь готовить. Ну, не совсем так, дорогие друзья и Сашенька. Спасибо большое тебе за комплимент, но я совершенно не гурман, как бы это ни показалось странным. Я, да, действительно, избирательно отношусь к еде, но в целом достаточно к ней равнодушна. И, может быть, именно поэтому я такая худая, потому что я иногда даже забываю покушать. И если мне кто-то напомнит, я ему всегда благодарна или пригласит куда-то на обед-ужин. Но если говорить о том, умею ли я готовить, то, наверное, я умею готовить, но не очень люблю это делать, потому что у меня не всегда хватает на это времени. Если бы приходило вдохновение, оно как часто бы тебя посещало? Раз в месяц, раз в год? Я обожаю разные вызовы, и, конечно же, если такое вдохновение потребуется, я с удовольствием это буду делать. Ну, а вот эта пословица пресловутая «путь к сердцу мужчины лежит через…» Все-таки через желудок или не через желудок? Конечно, отчасти через желудок, я думаю. Я так не думаю, на самом деле, потому что сейчас, как мужчины и сами неплохо готовят, как мы знаем, самые известные повара в мире – это мужчины. Я соглашусь, конечно. Еще я не знаю, кстати, ни одну женщину, которая бы проставилась умением, ну, в смысле, там, шеф-повар мирового значения. Одни мужчины в основном, да? И женщины, кстати, учатся у них этому. Ну, конечно, но мы же не про шеф-поваров говорим. Мы говорим о том, что на сегодняшний момент в повседневной жизни, и не каждой женщине повезло шеф-повара. Хотя я знаю, что твой сын учится на повара, и тебе, наверное, повезло. Конечно, ясно как бы, понятное дело, вырос мальчик, думаю, а что? Не кувал бежиму махать, пусть поварешкой. Ну, здорово. Он согласился. Ну, что, получается, да, он уже на первом курсе. На втором курсе. Знаешь, плоды своей хитрости женской? Маленько. Да, он умеет резать картошку. Резать картошку? Да. Майя. Лучше, чем я. Ну, мне кажется, девочки, что когда у женщины рождается ребенок, то ей волей-неволей приходится научиться готовить. Нет, не так. Как бы она не скрывала, подожди, Майечка, как бы она не скрывала, как ты говоришь, Саша, свое неумение перед замужеством с помощью доставок, когда рождается ребенок, ей приходится, ну, как минимум кашки, потом прикорм идет и так далее. Поэтому, девочки, мне кажется, что должна, не должна, это не тот вопрос, просто возникает жизненная необходимость накормить своего ребенка. И поэтому я думаю, что каждой женщине приходится научиться просто в большей или меньшей степени с большим или меньшим искусством. Ну, а если ей повезло, что ее сын в дальнейшем становится шеф-поваром или муж научился готовить, то это просто, ну, счастье, наверное, часть счастья. Можно пойти на ухищрение и, например, донести до своего мужа, что мужчину лучше готовить. Ты призванный шеф-повар. Переложить на него это надо. И делать, что тебе нравится, то, что он наготовил. Это вообще просто супер. На самом деле, женщина начинает готовить не когда у нее появится ребенок, а когда у нее появится муж. Вот, вот тогда вот тут начинаем. У нас здесь нет, девочки, я не соглашусь. Потому что у нас все-таки в России у нас патриархальный уклад жизни, и поэтому, чтобы у нас там не говорили мы, у нас все равно 99, наверное, процентов женщин, они готовят, и они как бы для мужчины, может быть, не сам факт там, чтобы она умела там готовить что-то там супер-пупер, а сколько вот это теплота, домашний уют, вот это вот. Регулярность. Регулярность, да. То есть он совершенно прекрасно будет есть одну и ту же еду на протяжении недели, лишь бы самому не подходить к мульте. Девочки, я даже слышала такое мнение, что мужчины, когда приготовлена дома вкусная еда, для них это ощущение, что их ждут дома. Вот, и поэтому я думаю, что это так и есть, и, наверное, поэтому всем хочется, чтобы женщина готовить умела. Но если бы нас иногда разгружали, да, было бы тоже неплохо. У меня, кстати, подруга есть, которая вышла замуж за мужчину, за шеф-повара. Да, ой, счастливый, счастливый. И это я вам хочу сказать вообще. Да, вот заходная женщина, она говорит, пишет, так интересно, говорит, вы знаете, все завидуют, что муж шеф-повар, вот у меня муж шеф-повар пишет. А для него это работа, и поэтому дома он не делает. Ну, во-первых, да, это не часто, во-вторых, говорит, когда этот шеф-повар приготовит мне мою чашечку и оставит всю грязную кухню, мне ничего не надо, ни его изысканных блюд, ни его умений, ни его таланта. Я предпочитаю приготовить сама. Вот она, правда, жизнь никакая. Вот и пожалуйста, да. Ну, в общем, есть масса интересных нюансов, казалось бы, в этом бытовом простом вопросе. Когда я выходила замуж, мне муж тоже сказал, что, ой, оказывается, ты умеешь готовить, я тебя не ожидала такого. Вот видите, Саш, ну смотрите, получается, вот даже из этого простого примера, что мужчина все-таки берет в жены не кухарку, да, правда же, а все-таки женщину. Ну, с другой стороны, девочки, сколько браков распадается из этого. Ну, статистика, конечно, такая моя. Ну, статистики, конечно, нет, этим вопросом лично я не заморачивалась, но я знаю точно, вот у меня, в моей жизни, у одной моей знакомой на этой почве, значит, случилось, измена, измена с последующим разводом, соответственно, мужик не то чтобы изменил ей, в смысле... Он начал есть в кафе. Он пошел на борщ, видимо, к другой женщине, как говорится. Соседке. Ну, видимо, ну, не знаю, к какой-то другой женщине, она, видимо, его там накормила лучше, чем дома, и он решил... Ну, во-первых, это может быть и отговорки, во-вторых, такое потребительское отношение, мне кажется, очень странно, потому что, ну, выбирать из двух кухарок, мне кажется, это другой вопрос. Ну, это вот и конкретный, как бы, да, такой случай, пример. Ну, я не верю, конечно. А вообще, конечно, если так вот послушать самих мужчин, да, и подслушать мужчин, они же так правду-то не скажут, они же врать начнут, когда, как обычно, вот. Вот, я думаю, что умение готовить для них это... Ну, если женщина умеет готовить, для них это важно, конечно, важно. Так же, как и для нас важно. Они говорят, что там на первых пяти местах это умение выслушать его, быть союзником, соратником, понимать, еще что-то, в общем, общее... Ну, мы же говорили, что врут. Да, а далеко-далеко, кстати, не 10-е место это умение готовить, даже не 10-е. А вот старинная пословица, она как говорит? Хвали и корми. Вот так еще бабушки... Ну, девочки, опять же, смотрите. В сказках у нас, да, там, встретила мужика, помыла, значит, там его одела, накормила, спать уложила и выслушала все, что он сказал. Девочки, это на первом месте. Ну, я хочу сказать о другом немножечко. Смотрите, это старинное, раньше у женщин были и другие совершенно возможности, чем сегодня, понимаете? То есть раньше это печь надо было растопить, воды наносить, позже не было. У нас сейчас есть различные девайсы, да, для того, чтобы это все облегчить, во-первых. Во-вторых, есть службы доставки, в-третьих, там еще разные приспособления. И поэтому сейчас, мне кажется, все это упростилось намного. Не знаю, как упростилось, но нет, мне муж подарил на первый год нашего брака книжку-блюдо-минутки. Это был тонкий намек. А то, что, слушай, я ее положила на полку. В смысле, спасибо, не надо. И там она пусть стоит, там дальше, да. Ну вот. То есть ты готовишь сколько? Вот у тебя время не уходит на то, чтобы приготовить ужин, например. Ну, я стараюсь максимально быстро это сделать. Я поняла, поэтому тебе подарили блюдо. Ну, в смысле? Блюдо, говорю, книгу. Блюдо. Я точно помню, мне там надо, там это, что-то там это. Я говорю, нет, борщ, значит, борщ. Ну, потому что ты же продукты купила. Потому что, конечно, одно дело хочется, а другое дело, вы же в магазин сходили. У тебя что-то в холодильнике должно быть для всяких хотелок. Начала в шесть, закончила в десять. Нет, бывает, тоже, да. Уже никому не надо. Несколько раз меня переклинивало. Я покупала ингредиенты и пыталась делать тесто. Так. Тесто получалось. Из него ничего нет. Он мне сказал, слушай, можешь хватит портить тесто. Я обиделась два дня и разговаривала, но я приняла, что окей, гугл, все, я не буду больше этого делать. У меня часто интересная тема у нас тоже, она в семье часто возникает, что мужчина любит одно, ну, как правило, да, там мясо. Пироги там всякие, да. Да, пироги, все. Женщина, естественно, воздерживается, сидит на диетах, правильное питание. Вот как с этим-то быть? А если же она еще вегетарианка и решила стать? Да, то есть ей надо для себя, для мужа, для ребенка. Вот как вы к этому относитесь делать? Это трэш. Ну, опять же, ну, мне кажется, что если отталкиваться от того, что мужчина относится к еде так, что ты его ждешь дома, то, мне кажется, нужно готовить его любимое блюдо. Ну, это вот мое личное мнение. Любовная любовь, когда идет, да. А самой можно обойтись, если ты не... Ну, вот я, например, ем минимум мяса, девочки. Я признаюсь вот и очень хорошо от этого себя чувствую. Но если другой человек рядом обожает мясо, то я считаю, его нужно готовить а самой. Ну, да, обходись салатиками. Салатик построгать это быстренько. Поэтому, значит, на ужин салат для него мясо, которое я не ем. Ну, не буду же я его кормить салатом, девочки. Ну, это же просто... Для хороших отношений надо учитывать вкус мужчины и, прежде всего, готовить ему. Ну, это, да, это не совет, но это, вот, мне кажется, мое такое мнение, которое можно воспользоваться, можно нет. Майя, а ты как-то не будешь... Ну, это зависит от отношений, конечно. Ну, знаешь, есть такой вариант, как подсадить мужчину на правильное состояние. Ой, мне кажется, нет, девочки, нет. Это, конечно, из области фантастики, но попробовать можно. Попробовать можно, пожалуйста. Если мужик не сбежал на третий день, ты победила. От счастья. Считай, половина войны выиграна, да? Ну, нет, я не считаю. Он потом будет, конечно, бегать в фастфуд. И в итоге вот к соседке. И как мы выясняли. В итоге к соседке, да? Да, а потом свинтит какую-нибудь. Нет, конечно, мне кажется, что... Наверное. Понимаешь, в этом есть какая-то манипуляция и навязывание того, другому человеку, того, что ты любишь. Своего образа жизни. То есть ты, видите ли, решила быть такой правильной, а в итоге, значит, другой человек встает перед фактом. Мы с сегодняшнего дня питаемся по-другому. Это, мне кажется, не есть правильно, потому что... Не, ну а если у него лишний вес, допустим, а она забудется о его здоровье? Опять же, если у него есть желание похудеть, и он высказал его и сказал, дорогая, ты знаешь, я с сегодняшнего дня хотел бы. Но если ты считаешь, что тебе, Васенька, надо похудеть, это совсем другой вопрос, ты его принуждаешь, мне кажется. А если он тебе говорит, тебе надо там, милая, похудеть, ты сразу такая, раз такая, и это же неприятно, побежала. Нет, ну, Майя, ну, скажи, тебе неприятно, когда тебе вот этим говорят. Ты сама знаешь это. Ну, конечно, я фаварешка сразу в лоб. Ну, конечно, ну и такое уже у него ощущение. Случаи, вот когда, например, мужчина хорошо кушает, а девушка, которая до брака была стройная и красивая, следила за весом, за тюрьмой, и все хорошо. И вот начинаются эти прекрасные, приятные семейные вечера. Он ест, она ест, он ест, она. И через месяц, о боже, у него никаких изменений, а она уже не влазит в невлюбимые вещи, и невлюбимое кресло тоже не влазит. Я уже вышла замуж, можно есть. Вот, вот. Нет, я считаю, что здесь виновник мужчина. Это ловушка, это ловушка. Да, он собратил... Нет, виновников здесь нет, нет, я не согласна все-таки, Саша, с тобой. Почему? Потому что каждый человек несет ответственность за себя прежде всего, и делать виноватым другого человека абсолютно нельзя. То есть, пожалуйста, если он хочет кушать, то пусть кушает, но ты же понимаешь, чем для тебя это грозит. И поэтому твоя неосознанность привела к тебя вот к этому ожирению. Если же ты понимаешь, что делать тебе этого на ночь нельзя, то ты просто не кушаешь. Ну, мне, например, это легко дается не кушать. Ну, как же объединяющая сила телевизора? Я думаю, что это от скуки, мне кажется. Ну, у меня нет такой объединяющей силы про диваны. Жить надо интересно, и диваны здесь совершенно неприемлемые. А у тебя вот такие интересы, а у кого-то интересы. Поэтому он сидит, кушает, а я могу пойти туда, куда мне интересно и где нет еды. Мы тоже не вместе. Ну, мы иногда и не вместе, иногда надо друг от друга отдохнуть. Не всегда же вместе быть, наверное, так? Собираться на кухне. Ну, вот, например. Это да. Вы знаете, подождите, подождите, девочки, я хочу рассказать одну очень интересную, как мне кажется, историю, которая продолжает вот эту вот мысль Майи. Значит, этой историей, этому принципу меня научила моя родная сестра, которой есть привычка выключать телевизор и любые девайсы, в том числе откладывать телефоны в сторонку, когда семья собирается за ужином. Мне кажется, это очень здорово, потому что Майя сказала, что семья должна объединяться и собираться за ужином. Но когда мы все уставились в телефоны или в телевизор, или еще куда-то, это отвлекает и не дает пообщаться. Абсолютно согласна. И мне кажется, закон, вот это можно даже как совет, девочки, потому что я их не люблю давать, но мне кажется, это здорово, когда все отключается, и у людей живое общение, которого нам очень не хватает. Даже диетологи советуют, когда прием пищи, не совмещать его ни с чтением книг, ни с просмотром телевизора, ни с просмотром телефона, чтобы прочувствовать еду, получить удовольствие и чтобы все было для здоровья. Во-первых, а во-вторых, еще включается та самая осознанность. Понимаете, когда ты там где-то в телефоне, то ты не замечаешь, сколько ты скушал даже, сколько. А ведь подсчет калорий, я вот недавно разговаривала с замечательным, нестандартным диетологом, самый, вот подсчет калорий, самый лучший способ для того, чтобы контролировать то, что ты кушаешь. Отлично, отличный совет. Да, потому что мы полнеем незаметно, и потом приходим к специалисту и говорим, ой, ну почему же так вот, я и спортом занимаюсь, да, я и спортом занимаюсь, я и кушаю мало, ну почему же я полнею, а, как правило, специалисты говорят, что, дорогая, так не бывает. Да, позвольте, давайте посчитаем. Пока вы шли с дома до остановки, например, сколько конфет, сажали булочку тихонечко, съели немножечко конфет. Ну, у нас на самом деле вот так вот это все, это может быть в теории-то и неплохо, на практике у нас, вот лично как по своему опыту скажу, сесть так всем чинно, благородно за стол и пообщаться, прям как-то, вот, это бывает три раза в год. Ну, бывает, уже хорошо, да, а все остальное время мы постоянно за столом собираемся в разнобои практически чаще всего, вот, и поэтому у меня там, как бы, свое питание, у мужа у него сало и менты, все нормально, вот, по телевизору я имею в виду, там всякие сериалы вот эти идут. Ну, я просто рассказала о том, что мне понравилось, да, я не говорю, что это всегда получается, конечно, но я говорю о том, что вот в идеале, мне кажется, было бы здорово именно так, да, это именно традиция. Если я такую традицию такая раз-такая завела, он скажет, так, да, вот это опять же, да, что-то не, что-то не то. Что-то не то, что-то, что-то, что-то не то, продолжаем. Ну, как сложилось, так сложилось, вы же прекрасно живете, вам это не мешает. Вспомнила, что вы же будущие свекрови, вы же как будете выбирать? Ой, мне все равно абсолютно. Я невеста, так я буду выбирать, так ее же сын мой выберет для меня. Нет, вот раз, все, полюбил, все хорошо, отношения, а обедать и ужинать к вам, как вам такая идея? Ну, они поймут, что ко мне бесполезно, потому что я то на йоге, то на плавании, то еще где-то. А я не умею к плаванию. Да, то есть на вас не рассчитывайте. Ну, конечно, ну, конечно, ну, я скажу, о-о-о, я буду очень рада, да, но боюсь, что, ну, если только заблаговременный звонок какой-то будет совершен. Хорошо, я усложню вам вопрос, а проходит какое-то время, и вы видите, что ваш прекрасный сын похудел, килограмм на 5-7, лицо усунулось, что вы скажете невестке? Ничего, абсолютно, потому что... В смысле, а он уже адекватный, зрелый человек, с чего бы ради, если вдруг он сам захотел похудеть. Ах, ты лукавишь, Майя. Не, ну, я, конечно, устрою разборку, понятное дело. Скажи, что не докармливает моего сына? Позови ее. Надо говорить правду зрителям, я устрою разборку. Невестке? Я нет. Я знаю, что не устрою. А мы с тобой невестке, ясно дело. Ну, типа, ты хоть как-то, но готовь. Картошку видела? Макароны видела? Да. Смешивай и подавай с майонезом. Девочки, ну, у нас же с вами был эфир про свекрови, невесток и так далее, и мы там так прямо вот обсуждали то, что не нужно вмешиваться в жизнь молодых. Когда девочка идет про килограммы. Да, и за еду. Сразу же у нас поменялась точка зрения, девочки. Это потому, что мы женщины, а у женщин всегда семь пятниц на неделю. Действительно. Ты можешь быть какой хочешь невесткой, но готовить, отлично выглядеть и быть лучшим примером, ты обязана. Ну, тем не менее, девочки, я бы сказала, что это их личное дело, да, это их семья, и пусть они там готовят, не готовят, на заказ там или еще что-то. На самом деле, это все правильно, так все красиво, но в жизни получается наоборот, как бы, такая ситуация. Будет проблема, будем решать. Вот моя любимая поговорка вот такая. Будет день, будет пища. Ну, как я могу сказать, если у меня не было такого опыта, да. У меня в жизни не было пока невестки. Я не знаю, как я поступлю. И поэтому, да, пока я не сталкивалась с этим. Гипотетически, да, я вот сейчас считаю такая умная, что вот так. А потом столкнусь с этой ситуацией и действительно превращусь в мегеру. Вот, ну, действительно, из ситуации мы и будем исходить. А на сегодняшний момент, мы, видите, умные сидим, рассуждаем. Да. Это легко делать. Да, и советы даем девочке вам. Анекдот в тему, что вы любите, кетчуп или майонез? Ой, нет, спасибо, моя жена прекрасно готовит. Тема нашего эфира, если женщина не умеет готовить. Ну, вот, как мы уже говорили, много помощников есть уже сейчас. Например, мультиварка и множество рецептов к ней, где, казалось бы, да, закидал продукты, поставил таймер и на утро уже завтрак полноценный, вкусный. Или обед. Да, еще есть такое приспособление такое, это в виде планшета. Я не могу сказать, когда его изобрели и где, ну, скорее всего, где-то там далеко. Вот. И туда, значит, делаются рецепты разных блюд. У него есть такой кронштейн, который прикрепляется на дверцу шкафа. И вот, значит, можно смотреть и, значит, глядя на все эти шаговые моменты, пошаговые рецепты, да, то есть что нужно сделать. Ну, это тоже функция, это, да, это планшет, обычный планшет, который крепится на шкаф, и, соответственно, там вот пошаговая инструкция, как готовить то или иное блюдо. То есть в виде, это как раз вот переход от книжек. Они все нам помогают. Конечно, потому что мы любые деньги истратим на то, чтобы облегчить себе жизнь, девочки. Разве не так? Это очень правильно. И, собственно, вот эту функцию вот этого планшета, ну, отчасти выполняет YouTube, когда ты включаешь, там смотришь. Ну, или можно с YouTube тоже самое. Да, сейчас много же там. То есть планшет есть планшет, это переход от книжек цифровым технологиям. И, кстати, вот столько подсказок и еще один совет. Столько существует сейчас быстрых рецептов, вот по хэштегу. Ой, девочки, да. По хэштегу быстрый рецепт, очень интересно. И, кстати, в последнее время простые блюда, потому что раньше были, вы знаете, там, омары и все такое. Это травку с альпийских лугов, пожалуйста, да. Вот еще, знаете, интересный момент. Объемы. Объемы интересные моменты. Например, какой момент? Получается, что мужчина, конечно, бы хотел в идеале, что каждый прием пищи женщина подавала. С разговорами, там, все дела. Первое, второе, третье. Без телевизора. С бубном. С бубном, да. Но женщина работает. Завтрак готов. И есть такая уловка, как приготовить на неделю. Мы ее задели. Как вы думаете, нравится мужчинам или нет? На неделю? На неделю. Или, например, вот таз блинов. Тазик салата. Тазик салата. На неделю. Это вот как раз из нашей серии. Свежий. Свежий салат. Деревенский, он в деревне вырос, и он тоже привык к тому, что все готовится тазами. То есть, если салат, то это тазик салата. Если это, допустим, выпечка, то тоже тазик этой выпечки всевозможной. Так же самое это пельмени там на заморозку и так далее, и так далее. То есть, он периодически подвигает меня к тому, что мы наступаем, когда холодно на улице, что нам нужно обязательно... Запастись пельменями. ...пользовать целью заморозки туда тазиков, чего-либо. Что является моя раскрывая тайна? И что таким образом? Я категорически против. У вас больше 15 лет брака, и ты все против? Я все время против. Наши поэти не сдаются войска. Так, ты уже заставила балкон велосипедами. Она там стоит... Намекать осторожно на образ жизни более спортивной. Верк пельмени – это еда, которую можно есть раз в год на Новый год. И больше их не надо есть. Ну, это с моей точки зрения. То есть, в вашей семье пока выигрываешь? Нашей семье пока выигрывает компромисс. Так, ну подожди, появляется ли что-то на балконе? Иногда я готовлю волшебный тазик. Так. Время от времени не бывает. Оливье? Оливье, естественно. Что проще, то и приготовили, что невозможно испортить. Оливье невозможно испортить. Невозможно. Но, тем не менее, многие умудряются это делать. Те, которые не умеют... Те мифические женщины, которые не умеют готовить. И тем не менее, очень класс. И оливье можно испортить только солью. Вот только солью. Не испортить настроение женщины, которая целый день готовила тазик оливье. Да. Понимаете, это настроение уже невосполнимо. Когда таз будет готов, к нему, по-моему, уже будет прилагаться ее недовольное лицо и пожелание добра и счастья. А все-таки, вот, девочки, такой вот момент. Смотрите, наши мамы, которые выросли при СССР, они действительно любят много готовить. Они готовят превосходно и много. Но сейчас жизнь ускорилась, и, как правило, у женщины нет времени, ну, действительно, может быть, у кого-то регулярно готовить, у кого-то много готовить. В общем, вопрос звучит так. Мужчина, который воспитан мамой с СССР, которая всегда много готовила вот этими вот стопками, он к этому привык и, соответственно, хотел бы, наверное, чтобы его супруга в тех же объемах и с тем же качеством это все делала. А она говорит, милый, ну, у меня нет на это времени. Да, позвольте. И что мы посадим, если ты столько не съешь? Ну, и он начинает, в общем, убеждать. А, ты меня не любишь. Да, ну, что-то там. И пошла, как это называется, слово такое хорошее. В общем, он начинает ее шантажировать. Чем, Майя, чем шантажировать? Чем-нибудь там, не знаю, там. Я тебе не куплю того-то, что ли? Денег не дам. Денег не дам. Так они сами зарабатывают. Я и сам зарабатываю. Да, вот, на самом деле. Ну, чем он шантажировать может? Ну, я не знаю, чем обычно шантажируют. Меня и бесполезно шантажировать. Мне кажется, для современной женщины ответ такой, миссия невыполнима. Нет, я согласна, да. Можно же пойти на такой, окей, ладно, тазики так тазики. Ну, я тогда с работы увольняюсь, сижу дома, ты мне там это обеспечиваешь полностью там. То есть, ты мамонта, а я печку. Все норм. Да, проходит месяц, у тебя ни мамонта, ни печки. Да, и он не соглашается. Разборяется. Ну, понятно, потому что раньше-то ты помогала, да, там, ипотеку платить. А сейчас ему и ипотеку платить, и еще и на тазик, да, заработать. Ну, извиняйте, а то интересно устроились-то, и это, и это. Ну, дайте-ка, надо что-то одно выбирать. То есть, наш ответ тазиком нет. Ну, получается, наш ответ компромисс. Хочешь тазик, иди работай. Да. Ну, и вообще это было продиктовано дефицитом продуктов. Ну, прежде всего. Ну, да, заготовили. Да, много чем было продиктовано, и, собственно, не было таких возможностей даже в жизни, ну, больше интересного, может быть, в своей жизни устраивать. Да, ну, куда сходить? Да, да. Я его открываю, и там что? А там мышь повесилась. Там вода. Весь холодильник заставлен бутылками с водой. О, что-то интересно. Мама приехала. Да, и одна такая сиротинушка, недоетая баночка йогурта. Это все, что у них... Морозилка вообще, то есть, не функционал, там только лед. В морозилке лед, в холодильнике вода. То есть, вообще, я такая, естественно, такая... Хотя я такая продвинутая, типа, мамаша. Я такая сразу в позу чайника, и говорю, это что у вас тут? Вот они реальности. А что вы тут питаетесь чем? Она такая, мама, ты с какой деревни приехала? Это все уже давно не готовят. Ну, Сангарска все знают. Ну, понятно, да. Кастрюли, естественно. Я, естественно, развернула... То есть, форсоварь это так же уже? Несмотря на то, что я не умею готовить, я пошла в магазин, купила кучу продуктов и развернула на кухне вакханалию под названием «Майя готовит». Так вот, и выступила, и научилась. Нет, я же говорю, я приготовила ровно то, что я не умею, но приготовила, вот. Отмыла все кастрюли, естественно, от пыли, которая там была. Я о чем и говорю, что женщина по-любому научится готовить, если есть необходимость. Возникает необходимость, куда ты денешься? Это не необходимость. А что? Это было просто вот... А что это? Добрая твоя душа. Нет, это вот устоявшееся вот это мнение, что нужно обязательно, если он тебе дал бог кухню, используй ее по назначению. То есть, если он тебе дал холодильник, то забей его там, соответственно, сверху доню за этими продуктами, мясом и природными делами. Русская природа победила. Русская природа победила. Тут ты и госпитальше предоставила. Воспитание, да, отлично. А зять-то что сказал? Да, а зять-то вегетарианец. Как ты дочь? Нет, он что-то, но у тебя там был листик салата. И он так посмотрел. Ну ладно. Потом Настя говорит, мама, мы это не едим. И что, никто не прикоснулся? Ну почему? Мы сажались, Никита, благополучно это все делал. А тем не менее, он все равно стал кушать. А потом я такая думаю, ага, я куплю вам капусты. И? Ну, капусты ты была у них, ты готовила? Я попыталась там, но я понимала, что они, главное, интересно, что они приходят с этой уже все. А тебя-то где кормили? Ну они все, они не едят дома. А, ну вот, ну а ты-то где должна была пойти? Вот она, современная семья. А у них еще же очень много всевозможных там фенечек в плане общественного питания. То, что можно купить вот буквально в шаговой доступности. Понимаете, то есть развита очень индустрия общественного питания. Полуфубрикатов, да, наверное. Да, готовая еда, готовая еда буквально на каждом шагу. То есть вот там, я уже потом поняла, когда мы начали активно гулять, посещать разные. То есть на самом деле вот в шаговой доступности огромный выбор всевозможной готовой еды. Поэтому смысл какой, да. Вот, но с другой стороны, если хочется вот готовить, ну готовьте. Не хочется, не готовьте. Я так считаю. Если это не сказывается на отношениях. А если на отношениях сказывается, то, как Майя уже сказала, нужно искать какой-то компромисс. Да. Ну, например, объединяющая сила еды велика, как мы поняли из сегодняшней программы. Да, это всегда было и будет. Ну, а вас ждут новые жаркие темы на телеканале Актиз. Смотрите ток-шоу Бобслей. Увидимся. Увидимся. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok